Эта экспозиция – своеобразный ответ. Еще в прошлом году Мордовский музей побывал в Рязани с выставкой работ Федора Сычкова и Степана Эрзи. И вообще такой совместный проект Мордовского и Рязанского музея – не первый. Наша дружба с Рязанским художественным музеем началась где-то, я думаю, в середине или в начале даже 80-х годов. Был замечательный проект, когда два региона обменивались выставками декоративно-прикладного искусства. И вот спустя не один десяток лет, сегодня наши культурные, дружеские, межмузейные проекты возобновляют свою деятельность. Спустя много лет – это как в первый раз. В эту, можно сказать, премьерную выставку Рязанского музея в Мордовии экспонаты отбирали тщательно, постарались привести самое ценное. На этой выставке вещи не из постоянной экспозиции нашего музея, а в основном те экспонаты, которые хранятся в фондах. Хранятся по разным причинам. Например, графику в музеях нельзя выставлять долгое время сильно освещенное. Поэтому большинство произведений, выполненных на бумаге, они хранятся в папках и в листах. И зрители их видят далеко не так часто, как, скажем, произведения живописи или скульптуры. В итоге в экспозицию вошли 34 живописных и графических произведения. Это работы выдающихся русских художников 19-го – начала 20-го веков. Левитана, Перова, Маковского, Поленова, Шишкина, братьев Воснецовых, Репина и других. В числе экспонатов – те, с которых начиналась история Рязанского музея. Картина Андрея Ивановича Дмитриева «Базар», а Полинария Воснецова «Урал». Большая часть работ живописного жанра и 11 оригинальных графических, в которых чувствуется рука автора. Эта выставка – настоящий подарок искусствоведам, художникам и всем любителям изобразительного искусства Мордовии. Но все же рязанские гости привезли и памятные подарки. Поскольку Рязань славится народными промыслами, а Голованова, наверное, ведущая мастерна на сей момент в скопине, то это будет такой символ, наверное, рязанской земли. И здесь же книга «Воспоминания Ивана Петровича Пожалостина», имя которого носит в музей. Выставка «Сокровища Рязанского художественного музея» продлится до 6 октября. Светлана Лашина, Константин Соколов. Наши новости.